Вы слушать, проверить и оценить. Глава региона Александр Цибульский с командой руководителей профильных департаментов и депутатами окружного собрания побывал в село Хома и Несь. Основная цель – лично оценить ход исполнения поручений, данных им в феврале этого года. В центре внимания по-прежнему эффективность бюджетных затрат и совершенствование муниципальной инфраструктуры. Вместе с главой региона в рабочей поездке на юго-запад округа побывала и наша съемочная группа. Формат встреч в этот раз был изменен. Александр Цибульский провел совещание с активом и руководителями учреждения сельсоветов. По итогам февральской поездки был составлен перечень наиболее актуальных вопросов. В центре внимания – новые тарифы на подвоз угля, обеспечение фельдшерского пункта лекарствами и летнее трудоустройство школьников. И главные вопросы для ОМА – когда достроят новую ферму и стоит ли ремонтировать старую. Но, конечно, мы там не можем капитально сделать, в чем то, что мы принимаем решение по достройке этой фермы новой. Мы, естественно, сейчас ресурсы туда направляем. Нам важно вот этот период переходный, чтобы старая ферма, по крайней мере, была в безопасности. В ОМА уверены – если строить, то нужно голов на 100. Село большое и надо смотреть на перспективу. Молочной продукцией обеспечивает населенный пункт сегодня 26 буренок. Это не капитальный ремонт, но поддерживающий ремонт существующей фермы. И все-таки развивается вопрос строительства недостроенного объекта, животноводческий комплекс в селе ОМА. В списке приоритетных проектов для муниципалитета – строительство жилья для оленеводов. Два новых многоквартирных дома в центре села заселены. Площадка под новое жилье определена. Конечно же, озвученные на прошлой встрече вопросы жителей не скоро, но решаются. В частности, разрешен вопрос о том, что необходимо действительно строить дома и по программе КМНС, и для специалистов. В Канинском сельсовете, куда мы прибыли из ОМА, на оперативную повестку поставлены 13 поручений главы региона. Непростое число. Для обеспечения транспортной безопасности села Несь в этом году начнется строительство нового моста через реку Кутина, который разделяет населенный пункт на две части. Тот подъездной путь нужно обязательно продлить, потому что у нас во время весеннего паводка затопляет, и приходится как бы мост ездить. Сильно расходится? Да, достаточно сильно. Вот до тех кустов. Строительство моста на условиях софинансирования будет вестись за счет бюджета округа и Канинского сельсовета. А вот строительство еще одного долгожданного объекта, нового детского сада на 70 мест, оплатит федеральный бюджет. Что касается Несима, две крупных стройки начинаем уже в этом году. Это строительство нового детского сада, который будет строиться в том числе с привлечением средств федерального бюджета. И строительство моста, который тоже свяжет две части населенного пункта, крайне важных, и с точки зрения осуществления северного завоза, и для вывоза бытовых отходов. Действительно, в этом году мы сделаем полотно, в следующем году сделаем подъезды, уже на это деньги забюджетированы, выделены тем не менее. В Неси глава региона осмотрел новое модульное здание пекарни. Село растет с каждым годом, а потому старых мощностей уже не хватало. Здесь у нас работает 7 человек. В принципе, это печка большая. Также идет и в месяц у нас выпекаемость хлеба 4-3 тонны. В общем-то, кондитерка тоже до 250 килограмм. Также хлебобулочные изделия есть и сухарные. Также мы пекем мармелад, пряники. В общем-то, очень много изделий выпекаем. На встрече с активом сельсовета главами окружных департаментов и сельских учреждений обсудили дорожную карту наиболее важных для Неси проектов. В том числе берега укрепительных работах на реке, модернизации мощностей дизельной электростанции, ремонту местной достопримечательности и памятника культуры Церкви Благовещения. Сегодня мы посмотрели, во-первых, рассказали о том, что уже успели мы выполнить с момента нашего прошлого приезда, ну и посмотреть, насколько объективно на местах это исполнение, как нам кажется, тех поручений, которые нам давали жители Неси и Умы, на самом деле выполнено на земле. Мне кажется, что где-то процентов на 60 мы в целом те вопросы, которые обсуждали, уже выполнили или уже в высокой степени готовности находятся. Ну, по остальным еще придется работать. Сегодня мы честно об этом поговорили, сказали, где у нас какие есть проблемы, для того, чтобы в дальнейшем совместно все эти вопросы решать. В рамках поездки глава региона вручил образовательным и спортивным учреждениям обоих муниципалитетов новый спортивный инвентарь для занятий спортом. Тимофей Жуков, Сергей Качегов, Телеканал Север.